Чем ближе подходит Тверская улица к Кремлю, тем более Тверской по своей сути она становится. Рядом с Триумфальной площадью стоит дом, где последние годы своей жизни провел писатель Александр Фадеев. Именно здесь он написал свой самый знаменитый роман «Молодая гвардия». Родился Александр Фадеев на Тверской земле. Это произошло 11 декабря 1901 года в селе Кимры. Правда, с той поры это село превратилось в достаточно большой город. Отец Фадеева, Александр Иванович, был революционером. Он был сослан в Архангельскую губернию, где и познакомился со своей женой Антониной Владимировной. После ссылки семья обосновалась на Тверской земле. Правда, ненадолго. Не успев прожить в Кимрах и двух лет, пришлось переезжать на Дальний Восток. Однако о своей малой родине Александр Фадеев не забывал никогда. Всегда мечтал вновь приехать в Кимры. Летом 1941 года, незадолго до того, как началась Великая Отечественная война, он приезжает в город со своей матерью. Они прошлись по Кимрам, хотели найти дом, где родился Фадеев. Да не удалось. На этом месте выселся Преображенский собор. Он был построен уже после отъезда Фадеевых из Кимр. В годы Великой Отечественной, как военный корреспондент, Александр Фадеев часто бывал на Калининском фронте. Здесь написаны многие его военные очерки и статьи. Сейчас вы видите Александра Фадеева, Михаила Шолохова и Евгения Петрова в гостях у генерала Конева под Оржевом. Именно там в ту пору решалась судьба страны. После войны Фадеев нередко приезжает в Тверские края на Московское море порыбачить, походить с ружьем. В природе Верхневолжья именно осенью есть особое очарование. «Здесь происходит обновление души», – признавался писатель. На Волге, в Игуменке, он работал над своим романом «Черная металлургия», который так и остался неоконченным. Совсем недалеко от Тверской улицы, на Меусской площади, стоит и памятник Александру Фадееву. Рядом с писателем – герои его книг, на которых выросло не одно поколение наших соотечественников. Субтитры создавал DimaTorzok